Ну а сейчас о гидропрогнозе в Казахстане на сутки. Поговорим в прямом эфире, также по Zoom. На связи официальный представитель КАЗ Гидромет Алина Исмогулова. Алина, доброе утро. Как обстановка, какой прогноз к этому часу? Алина, секунду, давайте проверим звук. Наверное, да, нужно включить. Доброе утро. Вышли на меня? Да, 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 слышно хорошо. Доброе утро. Вчера вечером до 23.00 было выпущено три штормовых предупреждения. По североказахстанской области, по реке Есиль, город Петропавловск, отмечается резкое повышение уровня воды за 4 часа на 25 сантиметров. Уровень воды по состоянию на 20.00 составил 600 сантиметров. Это опасный уровень у нас 940, это выход на пойму. Далее по Ахмолинской области, село Журавлевка, продолжается повышение уровня воды на 77 сантиметров поднялся за 4 часа с прохождением ледокола. По состоянию на 20.00 уровень воды превысил критическую отметку на 48 сантиметров. И по Кустанайской области, в связи с прогнозом осадков, у нас с 10 по 12 апреля продолжается интенсивное таяние и формирование Талого стока, и также превышение уровней рек. За вчерашние сутки у нас, получается, прошли сильные дожди в Жамбылской области, за сутки выпало 24 миллиметра осадков, норма за месяц в этой области 69 миллиметров, то есть треть месячной нормы выпала за сутки. В Карагандинской области прошел сильный дождь в Улутау, Кустанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской области, в Етесу. В Алматинской области прошел дождь на 11 апреля, мы прогнозируем сильный дождь, также идет по Алматинской области усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в Казлардинской области и в Мангыстау тоже прошел дождь. За вчерашние сутки без осадков было только в Атырал и в Западно-Казахстанской области. По прогнозу на сегодняшние сутки на большей части территории Казахстана также будет сохраняться неустойчивый характер погоды, также пройдут дожди на северо-западе, с севере, востоке, в горных районах юго-востока республики. В ночные часы прогнозируются осадки с переходом в снег. На востоке страны ночью сильные осадки, дождь также с переходом в снег. Днем сильный дождь на западе, также лишь на юго-западе страны у нас ожидается погода без осадков. Это вот на сегодняшний день. Еще раз, какие самые основные регионы по Казахстану, где особо сложная ситуация, где вот как раз будет дождь, ветер, неустойчивая погода и усаживает ситуацию? У нас идет юго-восток, на сегодняшний день это северо-запад, север, восток и горные районы юго-востока. Алматинская область у нас тоже прогнозируется сильный дождь на 10-11 апреля. Но без осадков только у нас юго-запад и юг. Остальные регионы все в осадках. Вот север получается, север и Алматинская область сильный осадок. Благодарим за информацию. Мы напоминаем, что это была представитель официальной КАЗ «Гидромет» Алина Исмагулова. А прямо о ситуации в Алтавской области мы поговорим прямо сейчас. Благодарим, Алина. Продолжение следует...